здравствуйте здравствуйте дети здравствуйте взрослые сегодня я вам прочитаю сказку про очень смышленого солдата а почему смышлены сейчас вы узнаете пришел солдат в силу на квартиру и говорит хозяйке здравствуй бабушка дай-ка мне нибудь чего поесть старуха в ответ вот тебе родимый на гвоздь повесь у да ты совсем глухая ничего не чуешь а где хочешь там и заночуешь ну погоди думать солдат я тебе глухоту-то вылечу подавай бабушка на стол да нечего родимый вари кашицу да из чего родимый давай топор я из топора сварю что за дело думает старуха дай-ка посмотрю как у нас топора кашу варить будет и принесла топор солдат положил топор в горшок налил воды поставил в печь и давай варить варил варил попробовал и говорит всем бы каша взяла только бы крупы туда подсыпать принесла баба куб солдат опять варил варил попробовал и говорит совсем бы каша готова только бы маслицем сдобрить принесла ему баба и масло сварил солдат кашу но у бабушка давай теперь хлеба да соли доберись за ложку станем кашицу есть похлебали вдвоем кашу старуха и спрашивает а что служил им когда топор то есть будем солдат ткнул в топор вилкой и говорит еще не доварился сама завтра довари вот так какой смекалистый солдат попался это сейчас солдаты живут в казарма и всегда обеспечены едой и жильем а вот далеком прошлом жить им приходилось где придется в частности было такое понятие как квартирная повинность когда солдат расселяли в дома обычных людей а кому же захочется пускать чужого человека да еще и кормить лишний род вот прямо как той бабки из сказки впрочем русский солдат известен не только силой духа но и смекалкой и чем подкрепиться всегда найдет а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»